здравствуйте мои дорогие у нас совместная работа участники ассорти с валентиной вдохновение с мариной и я валентина никита заглядывайте на канал и участников приятного просмотра с вами валентина у нас пицца нам понадобится любая ткань у меня размеры большие 60 на 50 у меня нетканное полотно в этой работе нам понадобится или паутинка она приклеивается утюгом и с двух сторон фиксирует к полотну и ваш рисунок или флизелин одна сторона гладкая а другая клеевая это для удобства но также нам понадобится и клей-карандаш подбирая ткани на фон ничего подходящего я почему-то не нашла но остановилась вот на таком розовом материале такой рисуночек небольшой это будет у меня скатерть она из льна сразу пущу окантовочку из кружав вот так это будет выглядеть примерно верхняя ткань у меня паркетная кружева синтетические это настоящий лен и я буду плясать от вазы ставлю вазу и нарезала цветы и сейчас располагаю цветы чтоб не занимать много времени сейчас включаю ускоренную и поехали размещая цветы стараюсь сделать их близко друг другу чтоб не было пробелов фона но также учитываю чтоб они не сливались допустим синий синим где-то я пускаю лепесточек зелененький другого цвета листок вход идут любые лоскуты разных оттенков разной цветовой гаммы ткань тоже разной фактуры и портьерная габардин шифон шелк ситец без все что есть в наличии композицию из цветов сделать совершенно нетрудно вы выкладываете просто на два за большую шапку но так чтобы где-то свисала где-то торчало и все мне пришлось несколько раз переделывать свою композицию сначала я выложила цветы и забыла положить паутинку думаю нет с паутинка будет лучше подняла цветы положила паутинку давай опять выкладывать все полностью все сделала пришла кошка все раскидала пришлось по новой все переделывать оставила на ночь думаю с утра буду прошивать смотрю опять кошка поспала и опять пришлось мне переделывать если вы работу делаете не одним днем есть у вас домашние животные лучше прикройте чем-нибудь тогда есть гарантия что ваш рисунок будет в целости и сохранности верхние листья и цветы какие не соприкасались с паутинкой я приклеивала на клей карандаш но на клей карандаш я всегда приклеиваю когда весь рисунок размещу тогда я приклеиваю но лучший вариант если вы уверены по ходу работы где что будет размещаться конечно лучше сразу приклеивать что я делаю это вторая работа двойная решила веточку с колокольчиками спустить вниз это органза такая у меня просто треугольник нарезала и пустила листочки и так это смотрится красиво решила украсить вазу волнообразными линиями нарезала порфетную ткань и пустила как орнамент однотонная ваза бы некрасиво смотрелась а тут с рисунком более интересно девчонки музыку вставлять видео не стала потому что у меня иногда возникают проблемы с музыкой нарушение авторских прав приходится что-то удалять что-то переделывать нет в некоторых моментах побудьте немножечко в тишине рисковать я не хочу кто первый раз на моем канале и кому интересна тема лоскутное шитье пицца и вообще какие картины можно сделать из лоскутов у меня есть отдельные плейлисты лоскутное шитье и текстильная пицца картины загляните посмотрите там очень много всего интересного и вообще прогуляйтесь по каналу может быть найдете для себя много интересной информации свою композицию я решила добавить фрукты можно было бы сделать вазу с фруктами и свисает виноград но я сделала тарелку там у меня вот бананы киви мандарины яблоки и сливы вот так получилось кое-где я пустила листики сделала небольшой оттенок как получилось так получилось я не мастер я только учусь для меня лично было неинтересно оставить одну вазу я решила сделать такую большую композицию с натюрмортом посмотрите разложила все свои заготовочки цветочки это органза нам понадобится любая ткань прозрачная фатин сетка органза разместила но как-то работа у меня особо не пошла я ее раза три-четыре наверно переделала кошка у меня постоянно валялась на ней и все мне постоянно забивала и первый раз я переделала эти цветы я туда вставила паутинку чтобы мне было удобнее меньше клеить положила прозрачную ткань проутюжила через мокрую марлю хорошенько отпарила все у меня зафиксировалась и теперь я фиксирую еще дополнительно булавками но булавки пускаю кое-где по рисунку но также я пускаю их и по периметру эту работу я начала делать с таким большим вдохновением но когда что-то не заладилось и постоянно что-то переделываешь так-то она не очень вы напишите в комментариях понравилось или не понравилось фрукты мне особо как-то не нравится мне не нравится вот этот пустой угол вазу большую размахала можно было бы конечно чуть-чуть сдвинуть но что получилось то получилось посмотрим как будет выглядеть это все после стежки стежка дает о себе знать если менять контраст ниток допустим не одним цветом прошивать а выписывать всякие лепесточки прожилочки на цветах другими нитками я думаю будет смотреться очень даже хорошо иногда бывает когда вы сделали заготовку очень шикарная вещь получается обалденная но тогда вы прошьете уже вид не тот а иногда когда что-то где-то не нравится много минусов а вы когда прошиваете смотрите глаз не можете отвести посмотрим что у нас получится ну я не могу сказать что блин комом интересно получается композиция посмотрим собирать композицию по времени абсолютно не долго долго очень вырезать вот эту мелочевку я вырезала маленькими ножницами зигзообразными и простыми ножницами полотно зафиксировала булавками вот эти излишки я отрезаю но отрезаю не прямо вровень полотно оставляю хотя бы один сантиметр по поводу им тарелочки с фруктами натюрморда сюда можно было сделать конфетницу конфеты блюдце с кофе с чаем какую-нибудь сахарницу красивую на этот фон можно было сделать какую-нибудь полку с книгами но думаю это будет уже перебор тоже вазу с цветами можно поставить на окно сделать раму там шторки какие-нибудь виднеется улица но все это дело фантазии смотрите сами и мое мнение моя эта работа вписывается в название нашей совместной работы разноцветия в пицце присутствуют разные цвета присутствует пицца и также цветы ссылка на каналы участников будет в описании загляните посмотрите какую красоту они сделали ну а я перехожу к стежке ну вот и все работа моя полностью готова получилась она нежная потому что органза она слегка приглушает яркие цвета на цветах я пустила кое-где бисерки и бусинки делала стежку чисто белыми нитками не переходила я на разные цвета когда все прошила я ее отпарила хорошенько и потом уже прошивала бусины я не художник и тень на предметах делать просто не умею единственное может быть надо чуть-чуть пройтись еще вручную сделать немножечко какие-нибудь штрихи чтобы явно было выражено что это банан хвостик или на мандаринке что-то придумать вы пишите пожалуйста в комментариях понравилось вам или не понравилось на данном этапе что получилось то получилось но я довольна результатом кто не подписан на канал подписывайтесь заходите в гости присылайте смайлики заходите в гости на канал и участников ссылка будет в описании у меня еще одна работа попадает в копилочку лоскутной техники куда использовать ненужные мелкие обрезки ну надо этом все пока пока увидимся в следующем видео пока